А теперь делаем круговые вращения плечами назад, как будто на спине плывем. Хорошая разминка, взгляд строго перед собой, спина прямая, палки в руки и вперед, покорять дистанцию. Марафон по скандинавской ходьбе 3000 шагов, приуроченный ко Дню Победы, в Центре социального обслуживания провести решили впервые. Кружок по этому виду спорта стал очень популярным, а значит пора и дальше развивать направление. На сегодняшний день на базе учреждения у нас организовано уже 4 кружка. Один из направлений сегодняшний – это скандинавская ходьба. Она считается для нас самой популярной, самой активной. На сегодняшний день записались уже в кружковую работу около 40 человек. Мы это мероприятие проводим совместно с опорой и будут представители этой организации. На старт выходят 10 человек. Не только любители скандинавской ходьбы старшего поколения, но и люди с инвалидностью. Григорий – представитель общественной организации «Опора». Помогает людям освоить протезы, не теряя качества жизни. Сам занимается парусным спортом и ходит в походы. Теперь знакомится с новой активностью, которую рекомендует и людям с протезированием. Я стараюсь с удовольствием принимать участие в разных мероприятиях, для того, чтобы были результаты. Скандинавская ходьба хорошо. Знаете, она меня прям, я как подпрыгивал, шел, и она помогает эти, ну, эти палки эти, они мне как бы помогают, ну, то есть вперед меня толкает корпус. Потому что на протезе не очень устойчиво так ходить, быстро не как бы не получится. Два малых круга по парку 60-летия СССР. Дистанцию все участники проходят уверенно, а главное – с улыбкой. Этот марафон – часть регионального проекта «Старшие поколения» и нацпроекта «Демография». Главная цель – укрепить здоровье и приобщить к активному образу жизни людей старшего поколения. Занятия в кружке проводят дважды в неделю. 15 человек посещают их без прогулов. Результаты налицо. У нас есть несколько женщин, которые после инсультов, и у них улучшилась двигательная активность, также они стали лучше себя чувствовать. Укрепление сердечно-сосудистой системы, поддержание мышц в тонусе, дыхательная система также улучшается, это суставная гимнастика. Поступало очень много положительных комментариев о том, что физическое самочувствие улучшается, также заводится новое знакомство, общаются люди, иногда даже вместе гулять ходят. То есть создается дружеский коллектив. Мне сын купил 5 лет назад палочки, где-то 5 лет, и сказал, мама, это вот сейчас эта ходьба пошла, и тебе надо ходить, тренироваться. И практически я сама потом где-то по интернету смотрела. В кружок я хожу, ну не очень давно, но уже Светочка очень молодец, она такая тренер, все покажет, расскажет, и коллектив очень хороший, и я очень довольна. Хотя я езжу сюда, сам ехать, но стараюсь не пропускать. Без спорта нельзя, а то придется таблетки пить. Три победителя унесли домой медали, а главный приз – хорошее настроение – поделили все участники. Записаться на тренировки в Севастопольском центре соцобслуживания может каждый желающий. Занятия бесплатные, проходят еженедельно. Старт на Хрусталева – 27. Здесь также ждут на кружках по психологии общения, финансовой грамотности и эстрадному вокалу. Екатерина Шадрина, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.